Друзья, прежде чем отвечать на вопросы, мы должны пробежать кросс и сделать зарядку. Руки вдоль тела, открой. Руки вдоль тела, открой. Руки вдоль тела. Руки вдоль тела, открой. 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 Руки вдоль тела. Руки вдоль тела, открой. Руки вдоль тела. Руки вдоль тела, открой. Руки вдоль тела, открой. Руки вдоль тела, открой. Руки вдоль тела. ноутбук, телефон, мне достаточно, если нужно куда-то доехать, я выезжаю, естественно, вот, это касаемо работы, ну и плюс блогерство, блогерство, конечно же, это тоже доп. доход, правда, маленький, но доп. Это касаемо работы, значит, еще вопросы были у нас по поводу того, как вообще происходит отбор и так далее в Хрустальный, то есть, в целом, просто записывайтесь на просмотр, вам говорят, к какому тренеру вы приезжаете в определенное время на тренировку, вас в течение тренировки смотрят тренеры, как бы, и в конце дают заключение, либо оставляют испытательный срок, либо, ну, до свидания, как бы, вот, весь отбор такой, у нас было абсолютно так же, единственное, мы записывались не через ресепшн по телефону, а просто через тренера, с которым мы тогда катались, вот, она сама как раз работает в Хрустальном, подошла и сама нас записала, Вот, это единственное отличие. Смотрела ли Этери Георгиевна сама? Да, она обязательно смотрит, она контролирует от и до все моменты, всю нашу группу, она знает, кто на что способен и так далее. Естественно, сейчас сезон олимпийский, внимание будет полностью практически на девчонок, которые готовят к Олимпиаде, соответственно, будем этот сезон испытывать дефицит внимания Этери Георгиевна. Вот, ну, в целом, нормально, я думаю, все будет у нас, потому что Артем Владимирович, Полина Игоревна, они все контролируют и все будет хорошо, вот. Так, хорошо, с фигурным катанием более-менее разобрались, вот, поняли, что ты хочешь стать, значит, тренером у нас, открыть бесплатную школу, стать олимпийской чемпионкой, передать свой опыт и свои знания дальше детям. Теперь, отходя от фигурного катания немного, расскажи вообще, ты свою семью-то хоть любишь вообще, нет? Да. А? Да. Только по-честному, да? Да. Любишь, хорошо. Тогда расскажи, за что ты любишь каждого из семьи, давай, только громко. Давай начнем, давай с меня начнем тогда. Хорошо. За что ты любишь, папу? Ну, вообще, просто за то, что ты у меня есть и за то, что ты мне помогаешь. Хорошо. Теперь, за что ты любишь маму? Ну, тоже за то, что она у меня есть и за то, что она мне помогает. Хорошо, давай тогда возьмем чуть поконкретнее, да? Тогда вернемся ко мне. Вот, значит, то, что есть, то, что помогаю, хорошо. То есть, поконкретнее можешь, как бы, какие-то вот вещи. Давайте я подскажу просто, да, что я хочу. То есть, например, мама за то, что вкусно готовит, там, да? Вот, там, папа за то, что помогает мне разобраться в каких-то там сложных моментах в спорте, за то, что, как бы, мотивирует, подстегивает, ну, например, да? То есть, вот, как бы, своими словами расскажи, за что ты конкретно. То есть, какие вот моменты самые важные, как бы, для тебя? Ну, то, что ты мне вот подсказываешь, подсказываешь, там, какие-то моменты в фигурном катании. Давайте не только в фигурном катании, вообще. Ну, вообще, везде. Мы же ведь не только о фигурном катании разговариваем, как бы, много же штока. Ну, вообще, везде мне нравится, когда папа... Ну, я люблю его за то, что... Громче, громче, да, сюда говори, не надо трау. Я люблю, ну, за то, что папа помогает мне вообще где-то, везде, в каких-то там сложных вещах, которых я не совсем понимаю. Ну, да, то есть, постоянно стараемся, как бы, тебе разъяснить, там, где-то там, как через дорогу перейти, как это сделать, как тут открыть. Да? Что купить, что не купить. Хорошо, мама. Поконкретнее, то есть, за что ты ее любишь? Еще. Понятно, что она у тебя есть, то есть, что тебе, как бы, за что-то благодарна, вот так сказать. Ну, то, что мама мне постоянно... Ну, я спрашиваю постоянно задания, когда я не понимаю, она мне постоянно, ну, подсказывает. Ну, да, то есть, теоретическую часть там по заданиям и так далее, да, то есть, она с тобой сидит, тоже решает, делает какие-то вещи. Хорошо. А еще? Вкусно готовит. Так. И красиво заплетает. Красиво заплетает, да? И то, что дома, чисто, наверное, да? Да. Приятно же, когда все сложно. Чему она еще вас самому главному научила? Каждый день учит. Чему? Чего вы не любите? Чистить зубы, что ли? Да нет, зубы-то чистить, ладно. Ну, самое важное, чему она к вас приучила, на самом деле, это, ну, важно. Это, как, как говорится, порядок в голове наводит. Убирать за собой все. Все игрушки по местам, чтобы все было на своих местах всегда. Тогда и внимания останется у вас больше на все остальное. А не так, что искать потом, ходить в куче. Где-то это, где у меня то, где пятое, где десятое. Понятно? Да. Хорошо. Ну, и остается Васена. За что любишь Васену? Или, может, ты ее не любишь? Я ее люблю, но она постоянно меня смешит. Да, Васенка веселая у нас. Да. А за что не любишь? За то, что она меня постоянно трогает. И отбирает все? Ладно. А папу за что не любишь? Ну, говори, как есть. Когда сильно, очень сильно ругаешь. Когда ругаю сильно. Ну, вот, правильно как бы. Тоже оно, обида-то где-то остается, но с другой стороны, ты понимаешь, почему я это делаю? Да. А? Да. Вот. Почему? Потому что ты хочешь, чтобы у меня получалось. Ну, конечно. Я же так же вместе с тобой переживаю какие-то моменты. Мне же тоже так же обидно и тяжело, когда что-то не получается у тебя. Вот. Ну, хорошо. С этим тоже немножко разобрались по семье. Алиску за что любишь? С Алиске тоже смешно. Смешно? Ага. Ну, да. Ласковая она, конечно, не является, но зато смешная. Да. Ну что, Мироль, приехали опять на остеопатию. Сегодня у нас второй сеанс. Немножко нога начинает опять потихонечку не болеть, а сжимать. Надо ее несколько раз еще будет подрасслабить и все будет хорошо. Починить. А пока ответим еще на пару вопросов. Да. Пока ждем. Давай, смотри, тебе, значит, задают такой вопрос. Под какую бы музыку хотела бы новую программу? Под какую бы музыку? Ну да, может, конечно, не конкретно, но там быструю, медленную, там какой-нибудь нежную-нежную или наоборот какой-то там рэп, я не знаю, как бы, понимаешь? Ну, конечно, я не совсем знаю, какие можно, какие нельзя. Там же не все подрасслабить. Ну, я тут не спрашиваю, можно нельзя, просто под какую хотелось бы именно. Хотелось. Мне бы хотелось, ну, что-то похожее на якутяночку. Что-то на якутяночку похоже? Да. Ну, например. Кого? Буряточку? Или белорусочку? Белорусочка моя. Или под россияночку? Однажды, россияне. Ну, ладно, понятно, значит, что-то такое, какой-нибудь смесь. Да? Что-то быстро, снежно и так далее, как бы я была там. Кстати, ту программу якутяночку придумывали. Мы, ну, я и тренер Алина Игоревна, да? Угу. Игоревна же? Да. Не Полина Игоревна? Ну, я поняла. Да? А, Алина Игоревна, да? Угу. Ладно, хорошо. С этим подразобрались чутка. Так, 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 так. Что-то еще какой-то вопрос тебе прям был. Еще какой-то был. Сейчас я вспомню. Точно вопрос тебе был про... Про, 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 про. А, про то, что пока ты болела, пока там ногу лечили и так далее. Как-то ты немножко повеселела. Раскрепостилась, что ли? Или что с тобой случилось? Как-то ты вроде полегче немножко стал. В плане... Болтая, что-то веселишь, что-то иногда хихикаешь даже. Ну, потому что, когда я на тренировках, я сосредоточена. Тренировка сосредоточена? Да. И что нельзя немножко улыбнуться даже? Это тебе и мешает, на самом деле, твоя сосредоточенность. Она, конечно, тебе и помогает, но она тебе и мешает. Нужно немножко-то расслаблять. При этом вверх и так далее. Покайфовать. То есть поиграть, что ли, так сказать, на льду, на тренировке. В плане, сама с собой поиграет. Не то, что... Как будто ты по канату идешь. Влево, вправо там. Все. Не. Вот на канате там, да, там не расслабишься. Если только расслабишься, то все. До свидания, мальчики. Вот. Ну, ладно. Сейчас посмотрим, может, еще что-то там есть. Я посмотрю. Какие-нибудь вопросики. Ну, давай, сейчас такой небольшой блиц-опрос. Прямо по коротеньким вопросам. Давай. Твой любимый цвет? У меня их четыре. Черный, красный, синий, белый. Ага. Хорошо. Давай договоримся, только чуть-чуть громче отвечай. Хорошо? Хорошо. Так. А, значит, твоя любимая еда? Все люблю. А? Все люблю. Все любишь? И капусту цветную? Да. И брокколи? Да. Молодец. Хорошо. Твой любимый элемент фигурного катания? М-м-м. Да, у меня все примерно одинаково. Ну, нет, давай прямо выбери самый любимый твой какой-то элемент. Риттбергер. Риттбергер? Ага. Хорошо. А когда ты не любил-то его? Совсем помнишь? Когда совсем не шел? Ага. Ладно. Риттбергер, вы поняли. Так, а твой нелюбимый элемент фигурного катания? Ага. Даже не знаю. Ну, давай, давай, подумай. Секундочку-то. Ага. Ну, давай, громко-четко. Нелюбимый элемент у нас? Задний открытый винт. Понятно. Чем мы с тобой сегодня и занимались, да? Да. Правильно. Слабые стороны нужно подтягивать всегда, а сильные улучшать. Хорошо. Следующий у нас был вопрос. Хотелось ли бы тебе попробовать себя в танцах на льду? Нет. Нет? Нет. Почему? Ну, мне как-то больше одиночное нравится. Ну, хорошо. Ну, и один такой каверзный вопрос от подписчиков твоих, от друзей, зрителей. Мир, ты когда-нибудь ела запретную еду? Макдаки, бяки, шмумяки. Ты раньше ела, сейчас... Ну? До хрустального ела, сейчас хрустальным не ем. Не ешь? А креветки кто в термоленде ел? Тоже в кляре запеченные. Да нет, на самом деле кушаем, конечно. Потому что на постоянной какой-то диете строгости смысла нет. Да, мы поддерживаем форму, то есть, да, мы держим, контролируем вес, да, мы можем от чего-то отказаться, от сладостей каких-то и так далее. Но в целом, пробуем все. Да. Да? И полезные, и неполезные, и всякое. Ну, да, это смысл, это еще психологическую нагрузку вечную, как бы, зачем? Надо все-таки грамотно к этому подходить. Ну что, пойдем есть полезную еду на завтрак. Пойдем. Мама, наверное, уже приготовила. Да. А мы свое сделали после выходного, после бани вчерашней. Немножко нужно было привести перед тренировкой мышцы в тонус. Да. Чтобы они были готовы, а не были как желе. Да. Погнали. Приятного аппетита. Спасибо тебе тоже. Спасибо. Что у тебя там сегодня, Мир? Творог с ежевикой и бананом. Ага, творог с ежевикой и бананом. Как дела, Васен? Отлично. Как тебе мой букетик? Красивый. Красивый? Угу. Дорог. Мироль, давай пока кушаем, у нас никто никуда не торопит. Угу. Конечно, когда я ем, я глухо не ем. Угу. Ну ладно. Твоя любимая сладость? Ответим мы давай на вопросик такой. Уже нет. Нет, куда поставить. Это, это, это. Наши овсяные печенья, которые мы готовили с мамой. Да? Угу. Здорово. Твоя любимая игра на телефоне какая? Ну, у меня есть четыре, я больше всего люблю раскрашивать. Раскраску? Да. Угу. Хорошо. Так, еще что-то я хотел спросить. Вернее, я по зрителям спрашиваю. Сейчас спрошу. Вот, что спрашивают еще. Мечтаешь ли ты о еще каком-нибудь домашнем животном? Ну, с тех пор, как папа сказал, давай заведем енотика, я теперь мечтаю о енотике. О енотике? Да. Чтобы он у тебя все выползкал. Еще у нас съел. Да. Ладно, ну еще один важный вопрос в этом году для тебя. Ты пойдешь же в школу? Да. Хочешь в школу вообще? Очень. Очень? Да. Здорово. Не боишься? Нет. Нет? Нет. Что вообще как бы думаешь там в школе интересного? Пока не знаю. Не знаю? Тем она и интересна, Мир. Пока не знаешь. Ну ладно. Раз хочешь, значит пойдем 1 сентября. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну ладно, все, кушай, больше не отвлекай. Приятного аппетита. Спасибо. А, вот значит, что спрашивают. Сколько ты пробегаешь обычно? Ну, наверное, километра 3. Ну, вот смотри. Допустим, на прудике, да? На прудике у нас получается, по-моему, в среднем 5 кругов. То есть это 3 километра для разминки, так? Да. А когда мы ездили, например, в Мещерский лес, кстати, да, вот я тоже отвечаю на этот вопрос, а это мы были в Мещерский парк, Мещерский лес, то есть это Солнцево. То есть мы бегали там, там очень классные грунтовые дорожки, можно и по полю бежать, и в лесу бежать, и пляже там есть такой прудик. Вот, то там мы пробегали сколько? Пять. Пять, да, там 5 с плюсом, с небольшим получилось. Да и в принципе, там мы когда раньше ходили, тоже сюда по 5 километров там бегали. Вот, что касается бега. Мироль, значит, такой вопрос. Ты хотела бы заняться еще каким-то видом спорта? Нет. Почему? Ну, потому что... Если ты в нескольких видах спорта, там везде будет, ну, там тут чуть-чуть и здесь чуть-чуть, нигде ты не будешь чемпионом, а когда один спорт, ты можешь стать чемпионом, потому что ты занимаешься только одним спортом. Ну, я с тебя, да, согласен, как бы. А вообще нет, имеется в виду после фигурного катания, какой-то спорт еще нравится, каким бы ты хотел, например, заниматься? Нет. Нет? Нет. Все, закончить и сложить карьеру, коньки на гости. Ясно. А тебе нравится конный спорт? Конный? Ну, да, там на лошадках вообще когда катаются. Да. А? Да. А лошади нравится? Нравится, да. Ты сама лошадь, потому что... Да? Ну, в год лошади. Ну, имею в виду, да, родилась в год лошади. Да. Не то, что ты лошадь. Ну, ладно. Здесь понятно. Вот, кстати, вопрос нам задают, очень классный. Как часто ты платишь на тренировках? Чего? В смысле, плачу. Не плачу, а плачу. Ною. Другому. Как часто ты ноешь, Мир? Давай по чесноку. Часто. Сколько раз в день? Не знаю. Не считаю. Ты каждый день плачешь на самом деле. Каждую тренировку, каждую разминку. Постоянно ноет что-то. Все у нее там то не получается, то еще. А что ты ноешь, Серега? Сильно нервничает, когда у нее не получается. Сильно нервничает, когда у нее не получается. Или из-за того, что папа лает, ты платишь? Нет. Нет? Ты же ноешь, когда я и по-доброму, и не по-доброму, и по-злому, и по-всякому. Все равно ноешь, да? Да. Потому что нытик. Вот посмотри на себя. Видишь нытьку? Видишь? Так, а еще вопрос о Комир. Какая у тебя краткосрочная цель? То есть какая-то мини-цель ближайшая. То есть понятно, что там долгосрочные у тебя какие-то есть. Мы уже рассказывали о них. А вот краткосрочные. Прыгать все двойные стабильно прыгнуть буты. Ну, понятно. То есть ты, значит, хочешь прыгать все двойные прыжки сейчас стабильно, да? Да. Восстановить полностью каскады. Да. Два-два. Все, да? Угу. И дупель, правильно? Да. Хорошо. Васен, а ты где лбом-то треснулась, а? На площадке. Как? Я бежала и упала лбом. Лбом? Да. Часи. А у тебя, Васян, какая цель? А? Какая цель у тебя? Что ты хочешь достигнуть? Каскад. Хе-хе-хе-хе. Бейбергер. Ага. Флуп. Флутс. Флип. Молодец. Конкретно у Мирослава испытательный срок был неделю. Через неделю нам дали добро ходить полностью на все тренировки, потому что пока ты на испытательном ходишь только на лед и в зал. Потом мы начали уже ходить на джаз, на хореографию и так далее. То есть, ну, что говорят тренеры? Ну, тренеры говорят, что хороший рабочий материал. Да? То есть, как бы для любого тренера наши дети – это рабочий материал, с которым они работают, как со спортсменами. То есть, соответственно, хороший рабочий материал, вот, из которого можно что-то лепить, работать дальше, а все остальное зависит только от них самих. Как они себя проявят, как они себя покажут, в какой момент выстрелят и так далее. Потому что дети абсолютно развиваются по-разному. Кто-то в 7 лет дупли уже прыгает, кто-то только в 9 начинает, и потом, как бы, к 11 годам все равно они плюс-минус сравниваются. Вся борьба начнется позже. Важно сейчас правильно, как бы, заложить базу, основы и двигаться дальше с настроением, с желанием, самое главное, у ребенка. Еще были вопросы, умеет ли Мирослава кататься на велосипеде. Да, умеет, мы с ней учились в Нижнем Новгороде еще кататься. У нас там велосипед стоит. Тоже мы скандалили с этим велосипедом. Очень я злюсь, когда не получается долго что-то. Мирослава тоже на самом деле злится и расстраивается, из-за этого, что у меня не получается. мы в этом похожи. Оп, на пятку сразу и шла. Еще момент, то есть, да, вопрос такой задавали, что знают ли тренеры, что там дополнительно занимаемся и так далее. Да, тренеры знают, тренеры все это в курсе, знают, что я занимаюсь какими-то подкачкой, базовыми моментами, турами и так далее. То есть, это все в курсе, все знают, как бы, с этим проблем нет, дают добро. Единственное, что сказали, чтобы, когда идет тренировка на льду, руками не маячил, там Мире не подсказывал, что там открой руку, присядь и так далее. То есть, вот здесь вот у нас уже договоренности, что я ничего не делаю. По поводу того, что я снимаю, хожу, как бы, ну, проблем нет. Я снимаю только заминки, разминки, наши доп занятия, которые мы как раз делаем. Ледовые тренировки, как видите, я не снимаю, только подкатки какие-то. Поэтому всех все устраивает, абсолютно проблем никаких ни у кого нет. Ко мне претензий тоже нет. Сборы у нас в этом году будут в Сочи в августе, потому что мы в конце июля, вообще, по идее, группа уходит на отдых на две недели, а потом мы едем в Сочи как раз на сборы, потому что там небольшие нововведения. Скорее всего, мы перейдем на новый каток, вот, в новом сезоне, потому что в Хрусталину будут готовить олимпийцев, вот так. Ну, это, на самом деле, правильно, потому что зачем эти лишние болезни, лишние толпы народу и так далее. Все-таки это главная ступень, которой девчонки шли там всю жизнь свою, и поэтому, я думаю, они должны спокойно заниматься, тренироваться без лишних рисков и так далее. В принципе, такие основные вопросы я ответил, вот, поэтому сейчас перейду к новостям не самым лучшим, потому что неделю мы катались, нога все равно ноет, нога побаливает, и мы все-таки решили сходить сделать МРТ, вот, сделали МРТ, ну, как я и предполагал, МРТ ничего не покажет, то есть, МРТ-картина, воспалительный процесс, как бы, идет, отечность, там, грубо говоря, около малоберцовой кости, соответственно, не исключен стрессовый перелом, то есть, ну, грубо говоря, то есть, вот так, потом я еще на независимую, как его, расшифровка отправил, тоже МРТ-исследование, ну, из другой клиники пришло, пришло описание, что тоже не исключен, как его, вероятность стрессового перелома, вот, поэтому рекомендуем КТ, кости малоберцовой, на КТ хотели записываться, КТ нужно только с направлением из больницы от врача, с тремя печатями обязательно, если к врачу записываться, то есть, короче, вот, если все это делать, это, причем, это все платные, то есть, это не бесплатные, я там записываюсь куда-то, это все платно, то есть, если прям полностью платно делать, это займет недели полторы, то есть, реально, чтобы все полностью сделать, и тебе, как бы, дали заключение, при этом перелом, как бы, да, сам, даже если он, как бы, там есть, то, как раз, через полторы, ну, через две недели, грубо говоря, снимать гипс надо, вот, поэтому здесь и сталкиваешься с проблемой медицины, то, что, по факту, даже платно, даже платно, ты очень долго будешь ходить, обследоваться, что-то бегать, из одного края Москвы на другой, и так далее, то есть, нет такого, чтобы ты пришел, тебя полностью обследовали, тут же дали заключение, как бы, и сказали, то есть, вот, вам лечение такое, да, или там, вы здоровы, идите там, занимайтесь спокойной душе, то есть, вот, здесь столкнулись с проблемами определенными, в итоге нашли, то есть, травматолога, травматолог посмотрел, сказал, что, ну, действительно, здесь ничего не увидишь, даже если КТ, как бы, да, вот увидишь, может, какие-то там, незначительные, в общем, есть зона роста в малоберцовой кости, то есть, скорее всего, там, какой-то есть, да, либо трещинка небольшая, либо воспаление, как бы, идет, поэтому прекратили все тренировки на две недели абсолютно, после двух недель начинаем потихонечку, потихонечку восстанавливаться, в общем, сейчас мы практически до сборов, я думаю, будем вот просто восстанавливать ногу, чтобы к сборам, после отдыха, мы подошли со всеми вместе, как бы, и начали спокойно, планово двигаться наверх, потому что, когда все придут с отдыха, там, двухнедельного, в принципе, плюс-минус все будут одинаковые, месяц отдыхал, две недели, и так далее, ничего страшного не потеряем, я думаю, всех догоним, миру я настроил уже, как бы, да, что нужно восстанавливаться будет, нужно готовиться, что потом будет сложно, ну, этим, наверное, и прекрасен, как бы, спорт, что всегда какие-то сложности, вот, поэтому мы, наверное, сейчас еще пару дней в Москве, а потом поедем к бабушке запасаться витаминами, есть ягоды, собирать грибы и отдыхать, и купаться на речке будем, вот так, поэтому, друзья, всем спасибо, знаю, что будете поддерживать, знаю, что будете меня ругать, что я раньше не сходил, не проверил и так далее, но по факту, как я и предполагал, нам все равно ничего не скажут, то есть, закатают в гипс и не более того, просто это, наверное, нужно было сделать чуть пораньше, согласен, вот, поэтому сильно не ругайте, я тоже понимаю, как бы, свою определенную ошибку, но ошибка хочется, вот,